Окей, давайте начинать. Так, всем привет. Меня зовут Влад Саримонов. Сегодня мы с вами поговорим о такой нашумевшей работе, которая сокращенно называется Дали. И обсудим, как она работает, эксперимент. И надо понимать, что вообще она вышла, как бы, блокпост вышел сильно раньше статьи, это вызвало там кучу недопониманий. Есть разные обзоры, я их сейчас там просмотрел большое число. Все они дают как бы свое мнение, как она работает, но, видимо, они были написаны до того, как вышла статья и содержат определенное количество неточностей, поэтому мы сегодня про многие вещи поговорим поподробнее. Вот. Ну, в целом, как видно по названию Text to Image Generation, это мы имеем текст и должны выдать соответствующую картинку. То есть, в принципе, задача интуитивно очень понятная. И вот здесь есть несколько примеров того, как работает модель. То есть, она получает некоторое текстовое описание и при этом генерирует картинку очень хорошо подходящую. То есть, она не генерирует ничего лишнего, у нее какой-то адекватный контекст вокруг, очень выглядит круто и интерпретируемо. Вот. Ну и давайте поговорим про вообще, какой использовался для датасетов. Правильно, на самом деле, написано не очень много, и это немножко грустно, потому что мало подробностей. Все, что они говорят, что они используют датасет из 250 пар картинок и текстов. При этом он состоит из некоторого открытого датасета Conceptual Captions, но он содержит всего 3,3 миллиона. Также они отфильтровали часть датасета UFC 100 миллионов, используя технику, с помощью которой был собран датасет Conceptual Captions. При этом они не формализуют, как именно они модифицировали эту технику. Просто говорят, что мы использовали похожий подход, отфильтровав часть данных оттуда, и еще мы накравили данных. При этом непонятно, сколько отфильтровали, сколько накравили, и как можно, используя ту же технику, собрать гораздо больше данных, чем Conceptual Captions, но как бы как есть. Также важно, что датасет вошла часть по датасета MSCOCO из валидации, но там не было соответствующих подписей. И это важно про то, что ZeroShot может генерировать из совершенно новых доменов очень интерпретируемые картинки. Это основное достоинство этой модели. Так что, несмотря на то, что часть изображений, на котором у нас будут проводиться эксперименты, у авторов проводились эксперименты, была включена, но соответствующих подписей не было. Так, ну и давайте коротко обсудим сам концепт модели. У нас она состоит из двух компонент. Первый – это дискретный традиционный автокодировщик. И эта модель обучается только на картинках. И она учится отображать картинку в набор дискретных латентных переменных и обратно. То есть, в принципе, мы еще немножко сегодня проговорим по VAE, но концепт вам должен быть знакомый. Единственное отличие от VAE, которое у нас на нейробайсе делается, что здесь он дискретный. То есть, мы имеем некоторые дискретные латентные переменные, они непрерывные, как было в наших курсах. Про него мы тоже сегодня поговорим чуть подробнее. И затем мы будем обучать трансформер. Причем трансформер, который состоит только из декодеров, работать как лэнгвич-модель на последовательности текста и последовательности токенов картинки. Вот этих дискретных представлений, которые мы возьмем из VAE. И после того, как мы обучим вот такой вот трансформер, он будет, по сути, нашим априорным распределением в вариационном автокодировщике. Мы будем давать ему текст, он будет давать нам латентное представление дискретное, которое мы затем запустим в дискретный VAE и получим картинку. То есть, у нас есть дискретный VAE, который умеет отображать картинки в дискретные коды. И у нас есть трансформер, который работает как априорное распределение, обученное для этого VAE. Вот. И, соответственно, сейчас мы будем обсуждать все компоненты. Первое. Давайте вообще вспомним, что такое VAE. Опять же, достаточно коротко. Многим знакомое понятие, потому что у нас есть в учебных курсах. Но немножко вспомним про то, что здесь происходит. Во-первых, у нас есть энкодер и декодер. И они работают по такому принципу, что энкодер сжимает наши данные в некоторый вектор меньшей размерности, а декодер сжимает его таким образом, чтобы как меньше потерять, как можно наиболее были похожи наши данные. И это концепт просто автоэнкодера. Вариационный автокодировщик накладывает некоторые ограничения на эти латентные представления. Они должны быть из некоторого распределения. Вот, например, в примере на картинке. Это распределение нормальное, и оно параметризуется дисперсией средним, которая моделируется нейросетью. То есть наша нейросеть по сэмплу выдает дисперсию среднюю. А мы уже затем получаем сэмпл с помощью, ну вот конкретно здесь записан Repetimization Trick. И вся проблема, что я вам напоминаю, что у нас в IE будет дискретный. То есть, а почему эта проблема? Потому что нет понятия реветризации для дискретных распределений. Потому что мы в целом не можем записать плотность и сделать такой трюк. То есть как будто у нас остается только reinforce, ну либо использовать другой трюк, о котором мы поговорим чуть позже. То есть в целом индивидуально будет абсолютно такая же модель. Она будет работать на данных, сжимать их в некоторое скрытое представление посредством того, что оно выдает параметры распределения. Мы будем накладывать некоторые ограничения на это распределение. Это вот термин KL-дивергенции. То есть приближать его к некоторому априорному распределению. И затем декодер, который будет восстанавливать из этого скрытого представления обратно наши данные, делая их как можно более похожими. Вот. Это просто напоминание концептов IE. Давайте сейчас проговоримся о тех вещах, которые нам нужны, чтобы сделать дискретный IE и для него сделать репериметризационный трюк. Как я уже сказал, для дискретных распределений мы не можем репериметризовать. Поэтому, естественно, такая идея. Давайте задаем дискретное распределение на некоторое непрерывное, но в каком-то смысле похожее на дискретное. Что это значит, давайте сейчас рассмотрим. Есть теорема, есть ссылочка на ее доказательства. И, по сути, она говорит, что если у нас есть набор вероятностей, то есть P1PK – это вероятность некоторого категориального дискретного распределения, то мы можем получать сэмплы из этого распределения, используя следующую формулу. Мы засэмплируем столько, сколько у нас категорий сэмплов из стандартного распределения Гумбеля, добавим их к нашим вероятности, мы возьмем argmax. И тогда вот такая его случайная величина будет с сочности категориальной. То есть вероятность, что Z равна K, она совпадает с вероятностью PK. И, по сути, наша теорема показывает нам, как же нам, имея в целом непрерывное распределение, то есть при Ленингумбере является непрерывным получать дискретные сэмплы. Но основная проблема здесь в том, что напрямую мы это использовать можем из argmax, то есть это недифференцируемая функция, проблема останется. И чтобы ее решить, мы, опять же, рассмотрим подмену дискретной функции argmax, некоторой непрерывной, softmax. И, собственно, наша релаксация, она есть softmax от логарифма вероятности, в которой добавлен шум из распределения Гумбеля. И также у нас есть некоторый параметр температуры, о его смысле мы поговорим чуть позже, но, по сути, все, что мы делаем, это замедленяем дискретные наши векторы на вот такие вот непрерывные. Теперь давайте поговорим, почему это вообще хороший выбор. Ну, во-первых, вероятность того, что мы ошибемся, то есть вероятность того, что наша релаксация будет больше какой-то компонент, чем другой, она пропорциональна вероятности вообще выбрать эту компоненту, что, с одной стороны, интерпретируемо. И также у нас есть хорошее свойство, что есть некоторый параметр температуры, который мы можем варьировать, и если мы устремим его к нулю, мы в точности получим категориальное распределение, и это можно проиллюстрировать картинкой. То есть вот у нас есть категориальное распределение, и есть наше релаксированное с различными температурами. И вот так будут выглядеть оценки среднего. Ну, то есть в случае категориального это напрямую пикатые. И мы видим, что с небольшой температурой средние очень похожи, и наши оценки по сэмплам, но они в точности совпадают, что как бы очень хорошо. Как только температура начинает расти, наши сэмплы становятся все более и более как бы размазанными, и в какой-то момент они становятся равномерными. То есть, по сути, температура – это наш способ варьировать то, насколько хорошо мы приближаем наше распределение, но, возможно, жертвуя тем, насколько хороша наша аппроксимация непрерывно в этом смысле. Вот мы поняли, как будет выглядеть наша релаксация, и теперь давайте обсудим сам ДВАЕ в Дали. Это энкодер, который сжимает входную картинку 8 раз по каждой размерности, то есть по ширине и по высоте она становится 8 раз меньше. И в каждом выходном токене она выдает дискретное распределение, точнее 8192 логита некоторого категориального распределения. Мы уже знаем для него релаксацию, то есть реперметаризацию, она записана здесь. То есть мы выдали нейросетью вот эти логарифмы ПИИТова, добавили к ним сэмплы из распределения Гумберя, посчитали софтмакс температурой. И затем мы будем использовать вот эти вот как бы релаксированные вектора в декодере. Ну смотрите, давайте еще раз посмотрим на картиночку. Вот мы выдали некоторое распределение в нашем энкодере. Затем мы посчитали наши веса, вот это Y0, Y1, Y2, Y3, нашу релаксацию. Вот по этой формуле. И у нас есть набор матрицы размера, сколько у нас классов, условно говоря, в категориальных, на некоторых внутренних имбеддингах. И мы, по сути, делаем вложение в непрерывное пространство нашего релаксированного вектора, умножая на эту матрицу. То есть здесь нарисовано именно это. И дальше запускаем этот вектор в декодер, который обратно абсэмплит нам это в картинку. Ну, на практике вот это вложение сделано через свертку с ядром 1, но, по сути, это как бы эквивалент линейным условиям. Это не особо важно. Ну и, соответственно, если мы в какой-то момент захотим инференцией, мы не обязаны использовать эту релаксацию, мы можем подавать вместо Y в one-hot вектор с 1 в арг максимуме. И давайте еще обсудим одну вещь. Как я говорил раньше, у нас в IE обучается на два слагаемых. Первое – это правдоподобие, и оно определяется как бы структурой наших данных. Бинарные они там или там, не знаю, картинки. Тогда мы будем держать что-то в МСЕ. И термином KL. Про термин KL мы уже поговорили, как его считать, и как оценивать градиенты вот здесь. Давайте поговорим про то, какое же у нас распределение на правдоподобие. И авторы замечают, что в целом использовать стандартные лоссы, я не знаю, типа МСЕ или один лосса, это не очень логично. Потому что пиксели, ну, они находятся в некотором ограниченном интервале, эти интервалы не ограничены. И использование МСЕ лосса или один лосса на самом деле эквивалентно использованию, что мы моделируем правдоподобие, распределением нормальным, в котором мы моделируем только среднее. Это будет МСЕ лосс, либо распределение лопласа, в котором мы моделируем только среднее, это будет L1 лосс. И чтобы решить эту проблему, для начала они конвертируют все пиксели по очень простой формуле из отрезка 0,255 в эпсилон, единицами минус эпсилон. Ну, по сути, просто перенормировка, ничего сложного. И дальше они предлагают рассмотреть распределение, которое называют логик лоплас, и использовать его как правдоподобие. То есть, чтобы посчитать наше pt на x при условии z, то есть наше слагаемое в лоссе, нам надо подставить его в эту формулу. При этом наша нейросеть, наш декодер будет выдавать для каждой точки ее дисперсию b и ее среднее mu. Поэтому они зависят от z. σ-1 от x – это обратная функция сегмоида, она называется логик. И в таком случае у нас появляются хорошие свойства, типа мы не попадаем в 0 и в знаменатели, потому что мы перевели в отрезок эпсилон единицы минус эпсилон, это раз, два, наше правдоподобие, оно работает на ограниченном интервале и нужном нам. То есть мы, в принципе, не размазываем все возможные варианты по всей плоскости. Поэтому авторы говорят, что это важно, но в ablation-стадии это на самом деле не показано. Ну, его в принципе нет. Про вае мы с вами поговорили. Давайте поговорим про трансформер, но давайте я еще раз вам напомню концепт перед этим. Мы обучаем вае на картинках, чтобы получать дискретные латентные переменные. Затем мы будем обучать декодер, чтобы моделировать текст и эти латентные переменные, как будто мы делаем language modeling, то есть по текущему, уже подсказывает следующее. И вот про это мы сейчас поговорим про подробнее. Ну, во-первых, как у нас выглядит вход нашей модели, нашего трансформера. У нас конкортинируется текст и токены картинки. Вот здесь это называется image embedding нулевое. И также между текстом и картинками всегда есть, ну, почти всегда есть паддинги, потому что текст бывает короткий. Если в случае картинок у нас всегда там 32 на 32 токенов, то текст максимально ограничен 256 токенами, и поэтому здесь написан паддинг. Для текста используется BPA encoding с вот таким размером словаря. Для токенов картинок авторы тоже пишут, что используют BPA encoding, но там размер словаря равен числу возможных токенов. То есть, по сути, это не BPA encoding, а просто сами токены, если правильно помнить процедуру. Мы суммируем это с позиционными embeddingами. Для текста это простые позиционные embeddingи, для картинок у нас есть позиционный embedding по строке и по столбцу, из-за того, что это мерные данные, поэтому мы их вкладываем. И таким образом мы получаем последовательность, на которой должен будет работать наш трансформер. При этом он должен будет выдать по нулевому стейту первый, по нулевому и первому второй и так далее. То есть, он именно работает как language модель. Но я думаю, что всем это понятно, потому что у нас такие концепты уже много раз обсуждались. Да, ну, из-за того, что трансформер там достаточно большой, они не могут использовать стандартный attention, то есть, когда мы можем смотреть только на уже сгенерированные сэмплы, его называют еще казуальное маскирование. Поэтому они ограничивают дополнительно маски, делая элементы не все доступными, когда мы просматриваем текущий. И они рассматривают три класса attention, первый они называют raw attention mask, и он у нас работает в случае, если индекс слоя вычисляется по такой формуле, всего на 64 слоя. То есть, допустим, первый, второй слой будет использоваться вот этот, третий слой будет использоваться colon attention, четвертый снова raw attention. Здесь, в принципе, ничего концептуального сложного, просто мы ограничиваем модели возможность работать не со всеми токенами, а с определенной частью, и эта часть определяется конкретным номером слоя. Можно заметить, что здесь еще достаточно большое число голов, то есть 62 головы с размером 64, это очень большой трансформер, и если говорить конкретно, то это 12-миллионный трансформер. И, ну вот так, чтобы у вас было понимание, это 24 гигабайта только на хранение весов, при этом если веса хранятся как 16-битный флот. То есть, это очень большая модель. И, как уже обсуждалось раньше, трансформер будет учиться как language модель одновременно на токенах текста и на токенах картинки. То есть, он будет минимизировать кросс-энтропию между своим же входом и своим же выходом, используя казуальное маскирование. То есть, вот такие маскирования, которые не позволяют смотреть вперед. И еще там авторы пишут достаточно много про то, как его обучать, и я уверен, что это очень сложно, но на самом деле у меня осталось много к этому вопросу, и про это я вам особо подробно рассказывать не буду. Если что, обращайтесь к статье, если вдруг когда-то будете обучать 12-миллионный трансформер. Уверен, что это вам поможет. Первое, что авторы говорят, что для того, чтобы сохранить хоть как-то память, мы должны как можно больше использовать 16-bit precision. Но они встретили проблему с недополнением. То есть, не знаю, как правильно underflow перевести на русский, но суть в том, что чем ближе, чем глубже была модель, тем чаще они встречали ситуацию, что экспоненциальная часть активации, градиента активации была меньше, чем 16-bit мог выразить. Поэтому они называют это недополнением и предлагают вот такую процедуру, что на forward pass мы идем с вами снизу вверх, и мы считаем, как бы identity – это единичное преобразование, ну, layer norm, затем мы конвертируем во float 16, читаем самую сложную часть, attention, вот f – это здесь attention, затем мы обратно конвертируем в 32, и identity – это, ну, здесь это ничего не значит, это просто для того, чтобы графы были выровнены здесь. А на обратном шаге нам надо будет наши градиенты отшкалировать, то есть здесь они у нас пришли в 32 float, и мы как бы, у нас нет недополнения, и мы можем вычислить экспоненциальную часть и отнормировать, а также отфильтровать те градиенты, которые ушли в ноль. Затем мы конвертируем в float 16 и считаем backprop по самому attention. Затем мы обратно конвертируем в float 32, считаем производную про layer norm и добавляем на scale, то есть который мы вычислили в начале, и опять же фильтруем те градиенты, которые ушли в ноль. Также, как уже было сказано, даже в 16-бит модель не влазит в 16-гигабайтную GPU, потому что она занимает 24 гигабайта, то есть нам придется нашу модель разложить на несколько GPU, чтобы с ней работать, и здесь они ссылаются, что они используют технику параметра sharding, которая была описана в статье по ссылочке. Я, честно говоря, ее не читал, она достаточно большая, поэтому можно посмотреть. Еще одна дополнительная вещь, которую они используют, это то, что большие затраты на общение между нодами снижаются за счет того, что они пересылают не честные градиенты, а их низкоранговые разложения, и считают их низкоранговые разложения с помощью вот этой статьи по образ GD. Это позволяет сильно снизить размер данных, которые пересылаются между разными нодами во время обучения, и, соответственно, его ускорить. И вот они показывают, что независимо от размера модели, то есть это в любом случае миллиардное количество параметров модель, но немного отличается. Они находят способ сильно сжать данные, то есть примерно 83-86 раз. Градиенты с помощью низкоранговых разложений. И теперь давайте обсудим эксперименты. Во всех экспериментах они использовали еще один трюк. Они генерировали 512 пар картинка-текст, при этом на самом деле непонятно, какую именно технику они использовали, там BeamSearch или что-то еще проекты не пишется, но как факт, то есть на один текстовый запрос было сгенерировано 512 разных картинок, и чтобы выбрать единственную пару, они использовали модель, которая оценивает, насколько картинка подходит тексту. Называется клип, это их предыдущая работа. И здесь показано, то есть можно посмотреть на первый ряд, и вот чтобы выдала модель. Например, давайте посмотрим группу людей, стоящей на скале на пляже. Видно, что первый сэмпл выглядит не очень, и такое происходит на самом деле со всеми картинками. Картинками, то есть модель, которая выбирает адекватные предсказания, очень важна. И во всех дальнейших экспериментах они использовали 512, аж 512 сэмплов, чтобы выбрать лучшее предсказание. Ну и если посмотреть на последний ряд, то он везде достаточно хорошо подходит к картинке, и не содержит каких-то лишних дефектов. То есть даже вот такой странный запрос, как группа писсуаров, стоящих около деревьев, здесь выглядит весьма естественно и главное точно. То есть картинка действительно подходит к подписям. И давайте обсудим первое сегодня на серии, сравнились с другими подходами. В первой строчке у нас картинки из валидации, они, естественно, хорошо подходят. И вот я думаю, что здесь имеет смысл смотреть на жирафа, потому что с ним на самом деле хорошо не справился никто, но авторы были ближе всех. То есть забавное лицо жирафа получилось у них хотя бы похоже на жирафа. Другие подходы с этим не справились всем. Ну и в целом, чем более был странный запрос, тем другие модели больше проваливались. Все другие модели были основаны на ганах. Ну то есть вот, например, очень милый котик, лежащий рядом с большим колесом. Здесь есть всякие уточнения, типа милый котик и так далее. И ган модели плохо справляются, а в этом случае у нас видно и колесо, и котика. То есть в целом модель именно с тем, чтобы подобрать подходящую картинку под текст, справляется достаточно хорошо. Другое дело, что, возможно, не слишком высококачественно. То есть все картинки 256 и 256, плюс они достаточно заблюренны. Но про это мы сейчас поговорим еще. Также они сравнились, попросили людей сравнить свою модель и модель DefGun. Сравнение проводилось следующим образом. Они брали картинку, пару картинок текста, сгенерированных их моделью и моделью DefGun, и просили людей выбрать, какая из двух картинок более реалистичная и какая из двух картинок больше подходит к подписи. И в случае реалистичности их картинки в 90% случаев выбирались большинством пользователей. А в случае, если просили оценить, насколько их картинка подходит к подписи, больше подходит к подписи, то здесь выбрало 93,3%. Они получали большинство голосов. То есть вот эта черная колонка означает, что три из пяти людей, которых они опросили, выбрали их модель. И 6,6% выбрали вторую модель DefGun. Также они поверили некоторые автоматические метрики, и тут все стало не слишком радужным. Первое – это FreeShane Capsule Distance, и она чем меньше, тем лучше. Здесь есть нюанс в том, что в начале, в точке 0, это оригинальная картинка, а дальше у нас добавлялся Blurring. И чем выше Blurring, она регулирует с размером ядра. То есть в случае, когда Blurring равен 8, это наибольший Blurring, самый сильный. И в случае, если мы не Blurring картинки, то FreeShane Capsule Distance не выигрывает у других моделей. То есть, например, Attention Gun, вернее, не Attention Gun, а DefGun находится ниже, то есть он как бы лучше. Но они объясняют за тем, что у нас в IE, в IE часто выдает размытые картинки, поэтому давайте мы возьмем Gun, размоем их картинки, тогда мы точно окажемся лучше. Ну, в принципе, так и происходит. С Inception Score примерно похожая ситуация, то есть он чем выше, тем лучше, и мы видим, что в случае, когда нет никакого размытия, их модель не выигрывает. В случае, как размытие усиливается, их модель начинает выигрывать. Ну, насколько так честно делать или нет, сложно сказать, но как факт, то есть формально, по автоматическим метрикам, их модель не всегда выигрывает у конкурентов, если не применять никаких размытий. Но авторы, опять же, писали, что это именно особенность в IE такая. Также, как я уже сказал, используется модель реранкинга, клип, чтобы выбрать наиболее подходящую картинку. И вот что будет, если мы будем менять количество картинок, которые мы будем рассматривать. В оригинале рассматривается 512, и это соответствует достаточно низкому Freestyle Inception Distance и достаточно высокому Inception Score. Но в целом интересно, что он меняется не так уж монотонно. То есть ожидалось, что, например, Inception Score будет всегда расти, а Inception Distance будет всегда падать. Но как бы не совсем это выглядит так. Почему выбрали 512, опять же, не прокомментировано. Ну и еще один добавлен факт, который они узнали о своей модели, что они могут дать, вот, например, такой текст, точно такая же кошка, как наверху, только точно такая же кошка наверху, как скетч внизу. И в данном случае они не заполняют токены, которые надо предсказать вверху, а заполняют токены, только которые надо предсказать внизу с помощью опять же IE и подают это в трансформер. И он достаточно хорошо справляется с такой сложной задачей. Ну, можно видеть, что это справляется с задачей даже отразить изображение. То есть, как бы формально модель понимает геометрию. Можно смотреть еще примеры, что, например, добавить очки кошке, что тоже как бы говорит, что концептуальную часть как будто модель очень хорошо понимает. То есть, она способна выделять позиции, инвертировать изображение, добавлять какие-то осмысленные объекты, и очки она добавила именно на глаза, а не куда-то еще. То есть, что тоже достаточно круто. И также есть разные там стилизации, типа почтовую марку и так далее. Они тоже выглядят, ну, достаточно естественно. Вот. И последнее, что я хотел сказать, это как бы заключение. То есть, весь подход Дали, это обучить вариационный автокодировщик на картинках, а затем обучить для него априорное распределение с помощью трансформера. При этом трансформер здесь просто огромный. Он содержит 12 миллиардов параметров, но они его обучили, что уже круто, но использовали кучу трюков, и большую часть из них мы, на самом деле, обсудили не очень подробно. И тут нет, на самом деле, облажен стадии, то есть, непонятно, насколько нам реально нужен 12-миллиардный трансформер, что будет, если он будет сильно меньше, например, врезать в 16-гигабайтную GPU и так далее. Также они не зарелизили свой датасет, то есть, и процесс сбора не очень понятен, в воспроизведении эксперимента будет очень сложно. Из моделей они зарелизили только Discreate VAE, и он доступен по открытой ссылке, я его в частности смотрел, но при этом они не зарелизили свой трансформер и не зарелизили ничего с тем, как его обучать и так далее. Почему так сделали, тоже не очень понятно, зачем выкладывать часть модели, которая без прайера бесполезна, я не знаю, но как факт, вот он есть. На этом у меня все, есть ли вопросы? Спасибо большое. Так, ну что, у меня вопросов нет? Владислав, смотрите, VAE, оно обучается, собственно говоря, оно по картинке восстанавливает ее же, да? Просто учится погружать в дискретное пространство. На первом этапе мы как бы его передобучаем и дальше все фиксируем, он больше не трогается, условно говоря. Так, а вот трансформер, он на вход кушает, значит, ну как бы описание картинки и описание и текст, да? Да. Вот. Так, а это вот берется с датасета, где есть картинки и тексты, да? А что он на выходе дает? На выходе он работает как language модель, то есть он по уже сгенерированным словам должен выдать новый, то есть, как сказать, вот при обучении что у нас будет происходиться? У нас лосс, как бы для первого стейта будет, собственно, его вход, то есть текст эмбеддинг, но за счет того, что мы используем маскирование, которое не позволяет смотреть вперед, он как бы не видел его, ну и так далее, то есть он для каждой позиции работает именно как language модель, то есть предсказывает следующий токен. Ну, так смотрите, а вот он в таком порядке предсказывает, то есть сначала идет текст, потом имидж, да? То есть он сначала как бы текст останавливает, да? А потом... затем картинку, но при этом картинка, вот я про это, возможно, не поговорил, любой токен картинки имеет доступ как бы ко всем токенам текста, но не ко всем токенам картинки. Окей, там понятно. Так, теперь стало понятнее. Вот, и, соответственно, при инсеренсе у нас будет подан текст и дегенерирован как текст, условно говоря, в language модели токены картинки, которые мы затем возьмем и засунем в наш вайе. Ну вот интересно, почему... То есть, а вот смысл именно в текстовой части как бы language model делать, это имеет какой-то смысл? Ну, надо каким-то образом сделать так, чтобы модель улавливала семантику текста, тут она как бы продолжает его. возможно, то есть, это такой способ как-то одновременно обучить language модель на тексте, и, возможно, из-за этого она будет иметь какую-то семантику. Все-таки датасет там 250 миллионов картинок, соответственно, 250 миллионов текстов. Ну, с другой стороны, действительно, логично. Согласен. Так, замечательно, хорошо, классный доклад и на классную тему. Спасибо.